Всем привет, меня зовут Олег, я на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Cyberpunk 2077. Так, остались мы на задании на перепутье, добраться до поместья, мы добрались в принципе, в предыдущей серии, здание обошли вот так вот вокруг, и всё, мы на месте. В предыдущей серии мы нашли Эвелин Паркер, узнали, что, короче, заказ как бы давали ей, но она решила всех кинуть и заказ выполнить сама, в итоге огребла, и сейчас лежит там непонятно в каком-то ауте. Ладно, сука, не допрыгнул, да как так-то? Ладно, давай пойдём посмотрим, что тут за задание у нас. У нас то задание пока приостановилось, нам сказали, нам позвонят, когда договорятся о встрече с какими-то там сектантами, или кто они там такие. В общем, не ясно, куда идти-то. Так, наверх. Ну, я наверху. Ага. В смысле? В смысле? Какого хуя он мне показывает 30 метров сюда, когда надо было типа отсюда выйти и 900 метров туда? Да, ты серьёзно? Зачем так делать? Ну дебилы, блядь, ну дебилы, сука. Пойдём на ТП ход, сука. Я думал, сейчас начну серию и как бы зайду на миссию и попёрли, а в итоге оказалось хрен. Так, чё там? Слушай, Ви, там копы получили вызов на киберпсиха и вроде бы даже выслали патруль. Но с ним уже несколько часов нет связи. Так что либо копы свалили, либо... Сдохли. Можешь проверить, что там случилось? Не, не сегодня. Я понял, киберпсихи нет. Пока не надо. Выбрать место назначения. Я, в общем, прокачался немного вне серии, потому что как бы, ну, в самой серии даже на все эти задания уходит прям много времени. По часу серии получаются практически, а где-то даже и больше. Если я ещё буду прокачку эту записывать, то это будет вообще пиндос. Потому что там прокачка такая сложная, и все эти улучшения надо прочитать прежде, чем прокачать. Это так их много, прям невозможно. Так, раз он обнулил копов, иди нахуй. Так, и чё вниз? Здорово. Вон там. Чё? Чё это? Полегче! Ни хрена себе, глянь-ка сюда. Ты это... Чё это такое? Журнал Таро. А, карты Таро. Императрица. Это карта женственности и материнства. Она властна и рассудительна, и грандиозна, и чувствительна. Это аркан символизирует творчество и рост. Он призывает доверять своему сердцу и... И чё это мне даёт? А чё это мне даёт? Типа в тупо... Ну, коллекционка? У меня крыша поехала, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисте? Да нет, у меня нейроны шалят. Надо показаться Виктору. Хотя... Можно и к ней зайти. Какое-то задание. Ладно, не суть. Привет. Залетай. Да, так просто. Спасибо. А, мы здесь были перед нашим, типа, не ебаться заданием. Высшие лиги. Здорово. Моего друга стоило бы упомянуть ваше великое. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что всё не так вышло. Помнишь, что он просил ему слушать? Водку со льдом, сок лайма, имбирное пиво. Да. И капельку любви. Ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс за мышь. Да? Типа, теперь ты здесь есть коктейль этот? Ну-ка, давай я выпью. Я ничего нибудь выпила. Тяжёлый день? Да, как всегда. Что будешь пить? Видишь, ну тут даже выпивка вот просто зашёл и купил. Ну тупо магазин, ебать. Где Джеки Уэллс? Чё, нет что ли? Ну даже нет. Ну вот это вот... Сука, ну почему нельзя было сделать... Вот сел за столик, заказал выпивку, накатил. Зачем вот это... Просто магазин тебе добавится в рюкзак, это хрень и всё. Это ничего не даёт. Проблемы, эти заговоры, всё из-за тебя. Да, пройду, слышь ты. Ты знаешь, я всё потеряла, из-за тебя. Повторяю ещё раз. Научись сама решать свои проблемы. Иди нахуй. Правильно. Не советую с ней связываться. Почему? Да, брат, да. Да, брат, да, сока. Я тебя ещё ударю, слышь ты. Ты чё петуша, рассуга, дитя, чё психу, нахуй. Мне нужен фиксер. Есть срочное дело. Пусти её. Вот чё ты толкался у шлёпок? Хм. Ты не знаешь. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. А вы знакомы, да, были? Говори, как есть. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он работал на Аросаку. Секунду. Андерс Хельман. Пробьёшь мне его? Хм, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Тибак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идёшь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. А Тибак, она реально умерла? Или её схватили? Потому что мы не видели, как её убили. Её просто раскрыли, она сказала последние слова, и всё. Иди быстрее. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Аросака Тауэ, помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни? А, ты подготовилась? Конечно. Ну, меня чувствами не проймёшь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Может, ты скажешь чё-нибудь то, что знает только она? И ты? 15 ксарей. Хуя у тебя губань дурой. А чё не 900? Я обычно 900 плачу. Ну, блядь, ну жалко. Ну, на. Сука. Приходи, завтра поговорим. Взебали меня с завтраками кормить, слышь. Подождать, пока бестия позвонит. Окей. И чё она? Ни хера себе, она тут сидела целые сутки. Хе-хе-хе. Неожиданно. Я к бестии. Она меня ждёт. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Сдрюшнул. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремлённость редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Хе-хе. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та ещё бесчувственная тварь. Но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошла её проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзянь-Ти. Это дочка Кантао. Китайской корпус. Это кефиговый листок. Кантао проводит через неё разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить... Да ты найди, дыруя. Это уже за мной. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но! Глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао, плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Цин-Цин. Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнётся. Это всё засекреченная информация. Тебе всегда её по первому чиху скидывают. Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости их место вызов. Видишь? Всё это воздушное пространство Найт-Сити. Ага. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексон. Узкий коридор. Ага, подальше от города, короче. Территорий Кантао. Сегодня тебе везёт. Мёртвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных. Чтобы организовать весь движ и подогнать техник. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. И о нём слышала кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые. И с защитой у них всё в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных. Ты знаешь там наёмников? Только одну. Панам Палмер. У неё тёрки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У неё не будет выбора. У неё не будет выбора? Звучит не слишком обнадёживающе. Для нас обеих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадёжить не могу. Это мой единственный шанс добра... За такую цену? 15 косых, блядь. Хозяин-барин. Видят что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жителей. Всё зависит от клана, от их связей. И от того, как дерьмова им живётся. В целом, ты права. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз всё пошло не по плану. Она прокололась? Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары машину. Она сделает всё, чтобы вернуть груз. Для неё это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь, но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей. Расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдём уже отсюда. Всё ясно? Спасибо. Удачи. Чё-то Джонни сидел, молчал всё время, блядь. Нахер я его с собой вообще таскаю? Опять какой-то сбой в работе биочипа. Мне что-то нужно во время этого делать? Или ничего не надо делать? А, вот. Подожди. Увеличит объём памяти. Нет, это не то. Стимулятор. Увеличит грузоподъёмность. Не, я имею в виду вот таблетки, которые мне давали. Мне их надо как бы самому жрать? Или она когда сама захочет их жрёт? Или она их очень не жрёт? Чё делать-то? Чё делать-то? Это чё такое? Питеро, чё? Понижает скорость передвижения, понижает. А, бухло какое-то. Так, я, кстати, хотел... Ну ладно. Да твою мать. Я как-то хотел зайти к риперу, но... Время валовато. Я лучше потом сам зайду и сменю этот чип замедленной хуйней, который в предыдущей серии я узнал, что из-за него я не могу взламывать людишек. Я вообще ничего не могу взламывать. А, позвонить по нам. А, это та, которая вначале-то кричала. От бестии. Ммм, круто. Заебись. Во что ещё эта старая сука меня втянула? Заебись. Нахуя лифт меня здесь высадил? Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Ммм, как мило. Знаешь, ты немного опоздала. Передай бестии, пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчёт твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Зачем я в этот лифт вообще пошёл-то? Я чё-то не понял. Хер его знает. Зачем вообще выход этот на крышу нужен? Видимо, как-то по заданию потом будет. Ой, так, чё, далеко? Ой, пиздец, далеко. Пойдём, там ты где-то... Вот, ТПХ. Угу. Так, ну, можно, в принципе, вот сюда. Ну, вот это вот вроде как ближе, но здесь, видишь, какие-то тут мосты, не мосты. Я сюда телепортусь, а он мне потом покажет, что нужно вот так, сука, объехать, чтобы на этот мост заехать. А тут вроде как, ну, дворами и потом по прямой дороге. Поехали, короче. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Как всегда Здравия желаю! Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok надо подумать нам нужна подмога быстро ты думаешь я думал опять сутки где не ждать сидеть секунду позвоню заказчику пусть пока помаринует этого мудила она хочет с ними договориться за спиной убийстве смелая девочка или тупая как пробка привет босс наш хочет передать вам груз в роки риджа правда и об этом узнала задним числом босс я с ним разберусь только дай мне шанс босс ну ты чё сколько я для вас ездила хоть раз я облажалась я тебе клянусь после заката окей нет встречу не отменяй просто не приезжайте я разберусь ты еще спрашиваешь самому собой спасибо вас ты не пожалеешь все мне дали время так работаешь на шестую улицу который свиста дельрей не знала что ты работаешь на шестую улицу а что нельзя да нет можно они до сих пор сходят с ума по звездно-полосатому флагу и американской мечте у меня нормально с репутацией там за двадцатку же переваливать куда теперь лагерь аль-де-кальдо надо повидаться кое с кем из моего плана ты не то чтобы этому рада не твое дело у меня остались там друзья я знаю про твоих друзей без тебя сказала что вы не особо ладите ну раз бестия сказала значит так и есть а что нет хочешь меня выбесить ладно молчу да ладно ты не психуй поехали мы по-прежнему семья то есть все сложно да можно и так сказать ладно поехали на этом драндулете давай на мотоске на моем дам чем просто в два счета для надо машину какой-нибудь купить ну не только музыка что машина была хорошей а эта тачка откуда с какой-нибудь парковки на ранчо вот именно чуть не нравится мне все в порядке вкус или есть или его нет ну да драндулет базара нет далеко этот лагерь прямо за городом по девятому шоссе и на восток тебя вообще угораздило цвет понравился освежители детское кресло шли в довесок ты же знаешь что я не про тачку а что я должна сказать что я хочу пристрелить напарника который меня наебал и слился что моя фиксерша выставила меня дурой ты сама-то на кой черт тебе сдался этот хер и зави у него инфа которая мне нужна а у меня не так много времени чтобы ее достать а чего ж она мне не сказала что знает про наш бестия вообще без понятия о чем она думала я же она мерзкая баба знаешь чё хер с ней с бестией чего ты на ней зациклилась очень деньги нужны она тебя разводит в городе и без нее полно фиксеров но ты-то пришла потому что она тебя прислала но я-то на ней не зациклилась ты ее плохо знаешь серьезно она не сказала что это она свела меня с нашим и почему-то совершенно забыла упомянуть что она стилетов наш стилет а он из духов это самая крупная банда стилетов в округе знаешь же брони нет кочевники которых выгнали из кланов обычно до кочевники не выгоняют своих ни за что выгоняют убийц насильников извращенцев они собираются в группы иногда банды за голову большинства из них назначена награда круто это сука поставила меня с таким дерьмом работать может у нее были причины да это сука рта не раскроет пока не просчитает что ей выгоднее сказать а что скрыть надо с этим не поспоришь так все давай пропустить поездку базар закончился ох ты кого пыльная буря принесла это мираж или у меня белочка начинается да идите нахер ну ну а это кто нянька моя счетом надеюсь то шоу леди справедливо иди ты в жопу со своими смс коми с понтовыми ну если ты не потеряла машину и товар то и без няньки бы обошлась заткнись неужто твой тортик отправился на помойку размазал его ужасный найти нет его сперли кто посмел неважно я скоро его верну поэтому и пришла а нам время не ждет я знаю стилеты меня наебали теперь я хочу наебать их но без вас не справлюсь поехали со мной вчетвером мы их раскатаем ты знаешь мы всегда за тебя сестра но сейчас вообще никак то есть вы мне не поможете старик сказал нам сидеть тут пока не вернем в строй генераторы у них батареи скопытились генераторы вам какие-то генераторы важнее чем я ты опять прикалываешься справимся и без них пасть закрой да я один могу все сделать говнюком помоги не в этот раз мы нужны клану блять ну пиздец вы будете сидеть тут потому что сол приказал а на меня вам насрать по нам это не для соло это для клана ты же понимаешь слушай из лагеря мы не выйдем это без шансов но про снаряжение сон ничего не говорил ладно поняла тогда я возьму твой карабин и своего по мелочи бери что хочешь только будь осторожна да уж ладно спасибо сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду у тебя осталось только я ты счастлива как-то странно если ее выперли почему все так рады ее видеть еще есть есть какой-то новое новое оружие ну покажи давай давай так 100 лет 100 лет нет не хочу пистолет они не хочу контур револьвер бы я новенький бы взял но это не новенький револьвер у меня есть такой ничего в принципе ничего хорошего я чуть не вижу пистолет пулемет штурма винтовку принципе тоже самое только модификации в ней что-то 6 штук с ума сошли 78 тысяч твою мать ты чё ты чё блядь охуял сока иди ты нахуй да если самолет за такие бабки блять куплю у дай мне дай мне с чем не подожди так и чё пара мелочей которые могут пригодиться отлично это все поехали о там сука риппер стой дай-ка дай-ка я к нему зайду это дарова мне нужно заменить имплант делу мне да мне тоже давай вот этот вот имплант мне надо поменять обратно на очень нормальный так базовые так не то это 15 штук 15 штук ну в принципе да похеру чё бы нет ну давай 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 чё ладно допустим больше нет и больше ничего не надо теперь мне зайти зайти и сюды сюды и выбрать так отключение оптического импланта вот это берем блокирует умение врага связанные с имплантами нет спасибо вызывается юзников непонятно не смертельно наносит урон врагу эффект него раба нет не надо обнаружит врагов и устройства которые подключены к локальной сети берем не смертельно но с небольшой урон врагу и от отравляет его а затем понятно лишает врага возможности передвигаться вот это неплохо бы временно блокирует оружие врага не позволяя ему пользоваться им неплохо давай вот это вот и вот это ништяк все пойдем идем идем или она может просто за главой клана своего разругалась как бы ну люди то и вроде как ее любят а может глава клана залупается не смотрите на это колесо она не прорисована и позорище позорище ну чё поехали можем ехать залезай похоже ты не признаешь авторитетов чего сначала бестия теперь сол он же ваш главарь их главарь ты вроде как хотела свинтить поскорее сол короче вряд ли мне бы обрадовался что случилось мы переехали в калифорнию только потому что он обещал нашему клану перемены говорил что мы начнем с чистого листа сама видела чем все кончилось пары палаток на кучу песка ну пиздец земля обетованная земля обетованная скорпион и меч хорошие чуваки о таких друзьях можно только мечтать вообще на их месте я бы тоже осталась в лагере на соло и генераторы можно забить на план превыше всего только я теперь сама по себе они все еще считают тебя ну да никара она короче просто с главарем разосралась а люди то вроде как на нее не в обиде не пока что нет но может скоро будет эти парни были в армии скорпион и меч панцир бой были контрактниками на последней войне панцир бой они летали на этих огромных транспортерах они мне как раз и нужны им обеспечили самые крутые боевые импланты кошмары до конца жизни мне говорили что роки ридж это пыльная дыра посреди ебаного ничего жители или переехали в найт сити или просто куда-то свалили вот ты уже почти все знаешь местные ждали что туда протянут автостраду тогда там хоть как-то можно было бы жить но не срослось и много таких заброшенных городов сотни стране-то тысячи ехала я как-то по и 80 остановилась после заката когда машин уже не было и тут услышала что как воет ветер заколоченных окнах как по песку шуршит перекати поле так и умирают города потихоньку не с громом так мы все поговорили давай не знаю почему мне нравится слушать диалоги здесь не знаю мне интересно не так много игр вот именно вот такого вот как бы как это объяснить то делать есть вот такая куча диалога чтобы мне нравилось и слушать так и чё нам надо сделать то просканировать устройство поблизости ага рокки ридж мертвей все поломано ничего не работает что нашла что-нибудь ничего а тебя там не осенило стиле это же подъедут после заката значит устроим сюрприз могу вам туда с винтовкой сесть тут ничего не работает все отключено это ненадолго давай проверим подстанцию ну давай ну давай а мне и просканировать надо так и чё сюда заперся ты мне на крышу надо удивить смотри перекресток подключен к этой подстанции правильно на крыше распределитель если включим свет тут станет светло как днем понимаешь к чему я нет диверсия думаю что они на это купятся под ключи питания поиграешь ну ладно пойдем по классике старая добрая диверсия она самая во первых мы не знаем много ли их приедет скорее всего целый табор во вторых надо будет прорваться к моей машине если они собьются в кучу у нас ничего не когда устроим на перекрестке маленькое световое шоу а вдохнем жизнь в этот пыльный городишко пусть помучаются поищет кто это приехал такой изобретательный только сперва надо запустить терминал внизу без него от распределителя никакого толку пошли подключим его к аккумулятору от машины живо заработает подождешь меня под станции хорошо я сейчас пригоню машину вот эти вот все подготовки к заданиям тут прямо очень долго долго мне тя тут ждать ты где-то а вон она едет с панелью вроде все норм если в обход подрубить к источнику питания должно сработать останется только все раскочегарить возьми кабель из багажника попробуем завести от аккумулятора а мощную винтовку возьму эти равные кабели до винтовку до винтовку сука красный подключен надо тут наверху все подрубить готова теперь минус прощай старушка ты нам хорошо послужила все так есть ключи питания внутри там должен быть терминал анчо сужу что-то горит дымит нормально я пойду на башню оттуда перекресток видно как на ладони как только я подам сигнал включишь электричество ясно так точно ясно распределитель подключен супер на перекрестке будет весело пойдем на позицию типа все а теперь ждем не забудь включить питание как только мы их заметим окей прикрывай меня на всякий случай конечно да как его не заметишь лучше не светится попробуем сделать все по тихому если что я начну их отстреливать идет идет так и чем не надо сделать она о чем можно было не убирать их не знал никто не предупредил нихуя себе я понял я осознал это уже слишком поздно когда спрятался за бензоправкой я это осознал но было уже поздно я увидел и когда подкатом подкатился думаю не надо отсюда убежать это выстрелит начал убегать и они сухо выстрелили так чем не надо сделать найти ключ от машины ну мне кажется было бы проще без всякого остался это делать но вот серьезно давай попробуем поставил сухер с собой но как по мне это чушь собачьи она будет сейчас у себя там в комнате и тогда можно будет у нее отжать этот ключ от машины допустим я это понял так нарушение моторики сбой оружия запрос запрос на что обращается к локальной сети врага ну давай вот он не всех показал а вот я одного не заметил кстати вон он так ну давай я херва ну давай оптику наверно взломаем допустим допустим чё это такое где сраный ключ то взять и и и и и и и но вот давай сука обосраться это че такое а лучше не рисковать я выведу тачку встретимся позже помоги мне их прикончить нет давай попробуем я уже начал расцвел сам я че буду хернеть я начал стелс идем поставил нет я сейчас вряд ли мог бы сразу их тогда всех убивать а хрена тела сует а теперь моя . моя . ничего не знаю так давай перегружаем оптику что что-то слишком глазастый отлично вот поэтому я говорил что взлом надо было вернуть потому что ну без злому никуда встелся вообще прям никуда так он там упырь сюда идет ну ты его и бог зачем эту запрыгивал ты да ты сука вон на ту крышу запрыгни не пейся от нее головой руками схватись лошадь и тупая удаленный деактивация чем на можно просто отличие хочу отлечь а вот здесь могу но он отвлечет не того кого надо сиба отсюда уебок сука а ты издеваешься так отсюда ушел он сразу съебался тихо не поворачивайся так сна поберем потом разберемся так вот так 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 горно болим находится до пошел уел сквозь меня прошел это что за имплант такой имплант бак я извиняюсь ты же потом отремонтируешь то так и было это они тебе разбили машину это не я я давно на машинах не ездил я сейчас все время на мотоцикле езжу так что станьте привычненько пересядь я поведу смысле ладно ладно отдаю руль профи наконец-то ну чё поехали потом уже палматься что и руль да нормально нормально почему ты хотела его вернуть он меня дополняет видишь справились и без мечей без скорпиона не радуйся еще не конец нет товар у тебя машина у тебя а предатель вот именно не было в роккериджи этот мудак не приехал по нам слушай у меня есть план нет мы собирались найти машину и товар мы их нашли 6 улица ждет сигнал твою мать послушай меня я знаю где у них нора чуть дальше по старой недостроенной автостраде они нас не ждут я прямо уверена так мы не договорились охотиться на наша сперва добьемся сделку 6 улице ты реально хочешь напасть на базу стилетов ладно ладно почему нет но поехали хули опять целый час серии будет здесь поехали уж наш наш я ему верила он первый с кем я начала работать после аль-де-кальдо после переезда в найт-сити я доверяла этому уроду я тебя понимаю правда меня саму тоже однажды так предали ты им отомстила не успела кое-кто другой оказался быстрее а если бы успела ты бы отомстила это она про толстого да конечно без вариантов конечно я мусор сказал что его грохну ну что вперед издай ему издай ему ну пойдем может надо бал чуть-чуть стал сануть как бы разведать сколько их там нет думаешь не стоит ну ладно ты хоть фары включи не видно ж нихера или музыку тихо как-то слишком твоя грязь под ногтями ай сука не запрыгну а где нахуй я тебя вижу да ты сука заебал то пригинаться у шлёпок ты сука не прошивает да откуда они приезжают ёб твою мать думаю откуда они берутся какого хера да а решил кто я думаю что такой метки у него сука с автоприцелом стоит патроны сука самонаводящийся ушлёпа гулять сраны он даже не вылазит из-за угла просто наяривает там по мне тварь какая ты чё сука говно так еще один по карте вижу сука у яблочко блять гавану опа чуть и губитель какой-то нашел покажи-кажи расскажи-кажи убитель электромагнитная целевая винтовка только возьми выглядит серьезно она короче заряжается туда-сюда надо будет попробовать так подожди тогда мне надо будет убрать что-то я хотел убрать так это сколько 205 это 202 это вот разбираем где она вот это разбираем и берем на ее место дробовик походим вот так посмотрим чего чего из этого получится не она выглядит интересно мне нравится как она выглядит необычненько так пойдем за шарим их блять время-то уже шарить нет серьезно так прицелы новые пошли таких не было прицелов не видел ботики прицел майки ножики намордники бутылки здарова как ты там сказала здарова сама решать свои проблемы правильно наш мертв одна проблема решена ты довольна а что с товаром наш его уже не доставит но если вежливо попросишь я наверное смогу помочь помочь не заплатили вперед дорогая но спасибо за предложение я уж думала не забыла ли ты о делах пока играла вендетту сука может пора уже забыть о бестии с чего бы она не стоит ни секунды твоего внимания пойдем то что ты так цене бегаешь тут реально в этом городе фиксеров просто целая тонна конечно жжет напалмом расчетливая циничная сука а раньше она была ласковая и понимающая да хера с два просто она забыла как сама была на нашем месте надо бы ей про это напомнить да как я бы с удовольствием привет босс товар у меня я знаю что ты не шутишь конечно я приеду а мы наш это грохнули я че то не понял это у него был этот была эта винтовка крутая добьем сделку и займемся хельманом кто из них был наш ты шестой улице точно не будет проблем я не первый раз для них вожу всегда все было культурно они должны понимать как вести дела а что это за мотель sunset проверенное место недалеко отсюда звучит неплохо пропустить не могу поездку значит недалеко а нет могу значит далеко логично сука ну затягивается ну затягивается это все дело прямо затягивается тут просто многовато диалогов не мне нравится их слушать диалогов но их много и в итоге диалог заканчивается начинается какой-то бой ты ну как бы не прервешь же серию во время боя но это глупо ты приходит проходишь этот бой за боем начинается сука еще один диалог ты ждешь ну ладно сука я да пройду эту серию чтобы сохраниться нормально и все и в итоге там уже за час переваливает в смысле надеюсь что нет в смысле привет босс по нам как там нэш не могу до него дозвониться на твоем месте я бы ему больше не звонила нет смысла а ты девочка не промах уважаю а это кто с тобой бонус мы работаем вместе да ты меняешь напарников как перчатки держите товар первоклассный ага ну порядок проверь счет по нам через пару минут он тебя приятно удивит спасибо конечно но разве не бестия должна мне платить ты норм заслужила себе на чай поехали ну пойдем 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 ты задолбала меня кстати в это хренах у меня мурожить о стой стой опа наш мертв поздравляю что поздравляю интересно что вы хотели этим доказать вряд ли все дело уязвимым самолюбие вы же не могли из-за этого так тупо поступить я ничего не хотел доказать я просто и помогал чтобы она помогла мне меняешь по барабану живой он или мертв понятно стилетов выкосили 6 улице угодили хороший день для панам палмер день еще не кончился может ты меня сейчас доведешь ты вообще видела чё тварю бля ты молчи слышь сука опять херово становится я не могу привет привет что новые дела или новые знакомые а ты попробуй угадай у тебя все в порядке эти суки больше не приходили стилеты нет пока все тихо они вернутся конечно но мы тут и не такое видали что принести два образа пока все а что ты привезла для шестых что за груз то а ты не видела палоперидол лекарства для гибер психов они их продают ну да по своим каналам подпольным клиникам и рипером ну значит за твоего тортика спасибо за все напарница на здоровье дай знать если что будет нужно не но я догнать ее не осилиху и она цедит а стилеты получается уже все да не переживай они как тараканы их не перетравишь но пока можно выдохнуть им надо прийти в себя понять что случилось слушай слушай а ты хотела бы вернуться кальде кальде может не сейчас но когда-нибудь даже не знаю с одной стороны вне клана у меня никого нет я даже не знаю как без него жить а с другой то я без своего клана кем бы я стала если бы жила в найт сити так переезжай посмотри сама кем можно стать в найт сити только этот город по правилам не играет не знаю стоит ли жертвовать ради него друзьями мичем скорпионом ну нет этот город рано или поздно сожрет тебя по нам да если у тебя сейчас и есть что-то общее с альдекальдо скоро ничего не останется ну я об этом подумаю ладно переключаемся на мои проблемы что насчет хельмана я придумала план но он пока черновой не надо еще подумать и кое-что подкорректировать потом обсудим подробности проще всего было бы снять номера тут недалеко и удобно возьмемся за работу около полуночи чтобы поменьше светиться как тебе я может с ними в одну комнату ну да так проще придумывать план что из комнаты в комнату ходить батю ясен пень но все равно в каждом по две кровати хоть сэкономим вот именно еще сэкономим денег позорони это я об этом подумал мы одинаково мыслим отдельные кровати ладно но мы возьмем одну комнату на двоих только на эту так так ну все короче давай на этом закончим блять опять затянулось выше часа прям ну невозможно ой ну невозможно подписывайтесь на канал на паблик ссылки в описании комментируйте ставьте лайки и увидимся в следующей серии всем спасибо всем пока 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 не не